В эфире Лабутнанского телевидения вы каждое утро можете видеть строчку. Паромы курсируют в штатном режиме. Но недавно работников переправы в Равслог застала отнюдь нештатная ситуация. Они обнаружили на борту маленького басового мальчика, который был напуган и не мог говорить. Ребенка поместили в детское отделение городской больницы. А поисками его родителей занялись полицейские. На телефон дежурной части, в Дарасе по городу Канзе, поступил телефонный звонок от граждан. Они безразличны в чужой беде о том, что на паромной переправе находится мальчик без сопровождения взрослых. Сразу на место происшествия выехал инспектор по делам несовершеннолетних, где обнаружил мальчика лет 2-3 коренной национальности. Мальчик был сильно напуган, плакал и смог только назвать имя свое. Для стабилизации состояния здоровья мальчика он был доставлен в детское отделение городской больницы Лабытнанской. С помощью видео с камер наблюдения контрольно-пропускного пункта паромной переправы сотрудники полиции узнали, что мать ребенка была пьяна. Ее не пустили на борт, а мальчик все-таки перебрался на другую сторону реки. Только там обнаружилось, что Вова совершенно один. Поэтому сотрудники полиции отправили ребенка назад в Лабытнанге. Тем временем был составлен фоторобот женщины и передан нарядом полиции. Узнать у мальчик адрес или имя мамы не удалось. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции все же разыскали женщину, но только на следующий день. Как исчез ее ребенок, она не помнила. Раскаившиеся матери сына вернули, но предварительно с ней побеседовали специалисты органов опеки. Теперь их визитов к себе в дом женщине стоит ждать часто. А в случае повторного безответственного поведения будут приняты более серьезные меры. Мы устанавливаем круг знакомых, лиц, которые могут дать пояснение, если у ребенка родители вообще и в день, в настоящую минуту находятся. Случились ли с ними объективно несчастья, недоразумения, они по каким-то обстоятельствам отсутствуют рядом с ребенком. А уже впоследствии, если устанавливается, что родитель абсолютно устранился или находился в нетрезвом состоянии, либо по иным причинам отсутствует рядом с ребенком, то он приглашается в отдел опеки и попечительства для собеседования. Я как мама, как родитель обращаюсь к родителям с тем, чтобы они обязательно следили за тем, где их дети, как они себя чувствуют, в каком настроении, какое их здоровье. Потому что счастливая улыбка ребенка – это наша с вами задача и дело. Это мы ее делаем таковыми условиями вокруг своего ребеночка, чтобы он чувствовал себя в безопасности и счастливым.